Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и их описание. Опубликованные книги «Сокровище искусство. Картины знаменитых мастеров художественной репродукции в фотографюрах. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа, издательство 1904 года. Тициана Вичеллио, венецианская школа, портрет императора Карла V. Иконный портрет Карла V Тициан написал в 1548 году в Аутсбурге, куда он был вызван императором и где в то время собрались весь испанский двор и многие германские князья. Портрет этот поражает неожиданностью. Так странно видеть сумрачного кесаря-покойника, тонкого кабинетного дипломата, великого меланхолика в образе героя-цария-героя с копьем в руках, поднятым забралом, одиноко скачущим среди полей. Но такова была воля монарха, фатальной для реформации битвы при Мюльберге. Фанатик государственности и католичества Карл, движим каким-то экстазом, не руководил битвой издали под защитой укрепления и сидя в носилках, но понесся вперед своих войск на приступ и даже перешел опасный брод, эль вывлекая за собой своих полковников. Этот памятный день единственный героический поступок первого из современных государей и должен был увековечить любимец Карла Тициана, тогда уже награжденный всяческими почестными благами. Нечего поэтому искать в этом изображении какой-либо психологический просвет или интимную характеристику Капсбурга. Это не угрюмый больной молчаливый Карл, о котором повествует современника. Это не Карл, которого изобразил тот же Тициан в портрете Мюнхенской фенокотеки. Это не живая развалина, не хитроумный лукавец, не печальный властелин вселенной, не сын безумной Иоанны и роскошного Филиппа, но внук последнего рыцаря Максимилиана. Одинокую вспышку изобразил здесь Тициан, а не целый характер. Вот где причина, почему лицо на этом портрете скорее схематичное. В нем есть правда нечто страшное, привиденческое, но оно все более официальный тип, нежели внимательно изученный документ. Так и во всей позе есть что-то ненатуральное, напоминающее манекены в арсеналах старого оружия. Тициан не дал развернуться своей страсти, своему размаху, торжественности своего стиля, но сковал себя в границах тревоги заказчика, отнеся к задаче с редким для своего темперамента холодом и скорее поверхностно. Быть может, впрочем, невыгодное впечатление от этой картины объясняется и плохим его состоянием. В 1608 году она пострадала от пожара и была после того неоднократно реставрирована. Ну вот такое описание картины. Я нашел книги издания 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров, художественной репродукции, фотографюрах Баде Кнампа. Перевод и дополнение под редактой Александра Бенуа. Пока-пока, до свидания.